12 сел Амангельдинского района в Костанайской области остаются отрезанными от внешнего мира. В результате сильного паводка они оказались в водном кольце. Основную часть населения эвакуировали, но есть и те, кто не пожелал покидать свои дома. Их регулярно обеспечивают провизией. Для этого используют вертолеты. А вот что доставляют людям, узнавала наш корреспондент в регионе Талья Строкова. Центральный стадион в поселке Амангельды на время паводка стал площадкой для вертолетов. За несколько часов до посадки сюда привозят гуманитарную помощь. В основном это мука, масло, крупы, вода, овощи и матрасы. Это вертолет МЧС. Он делает очередной рейс по доставке продуктов питания в затопленные села, где остались люди, которые отказались от эвакуации. Попутно из четырех населенных пунктов заберут 16 человек. Покидать паводкоопасные населенные пункты и зимовки люди отказались, потому что не хотят оставлять без присмотра сход, говорят спасатели. И в каждом таком селе от пяти до десяти человек. Всего таких сел двенадцать. Это поселок Санатай. Его заходило четыре дня назад. Здесь проводят очередную спасательную операцию. Эвакуируют десять человек. Среди них семь детей. На Сгуль-Алиеву спасатели эвакуируют вместе с четырьмя детьми. У старших началась новая учебная четверть. Оставаться в поселке дольше семья сочла невозможным. Дороги нет. Вокруг море. Никакого сообщения с внешним миром. Света нет. Детям тяжело. Тем более четвертая четверть началась. Главное, чтобы с детьми все было в порядке. Жителей вертолетом доставили в поселок Амангильды. Все разместились у родственников. Подобные операции, по данным специалистов департамента ПУЧС, продолжатся. Из-за резкого потепления до плюс 20 на юге области прогнозируют повторное ухудшение паводковой ситуации с переходом в центральную и северную часть региона. В зоне риска 14 районов. Просим органам совместного насоуправления провести весь комплекс мероприятий для снижения паводковой угрозы, определить места и маршруты эвакуации населения, а также отгона скота, а при необходимости провести заблаговременное перемещение населения в безопасные места. Прихода большой воды ожидают не только со степи и местных рек, но и со стороны России. Там, по данным гидрологов, из берегов могут выйти две реки. В случае разлива поток направится в Житокаринский район. Наталья Строкова, Сергей Трофтенберг, Устанайская область, Хабар.